Да что вы несёте? Русский гриб? Это всё равно, что застрелиться. Белых? Смоглых, но уже не евреев, да? У них было детство. А кое-у кого из нас его не было. Где Джессика Хайт? Кто это? Согласно последнему индексу цен на продовольствие, цены на многие продукты на мировом рынке удвоились за последние полгода, а цены в супермаркетах резко взлетели. Сегодня я познакомлю вас с британским оккультным сериалом Утопия 2013-2014 годов, сюжет которого повествует о группе прежде незнакомых людей. В распоряжении которых оказывается рукопись некоего графического романа под названием «Утопия». В нём, как предполагается, описан способ создания смертоносного оружия. Комиксы судного дня. Утопия. Но главное то, что это комикс? Нет, это графический роман. Под названием «Утопия. Эксперименты». Про учёного, который пошёл на сделку с дьяволом ради знаний. На самом деле, сюжет сериала описывает то, что практически разыгралось перед нашими глазами в 2020 году. Когда огромная фармацевтическая корпорация создаёт некий весьма безобидный вирус русского гриппа. Теория заговора уже не в моде. Поступают неподтверждённые сообщения о новой вспышке вируса, возникшей в окрестностях Хексона. Детям, старикам и ослабленным людям лучше посидеть дома. У нас есть вакцина. Повторяю, у нас есть вакцина от русского гриппа. И завтра мы начнём её распространять. А затем предлагает населению избавление от него путём поголовной вакцинации, которая должна привести к человеческому бесплодию. Конечной цели спасителей планеты из элит, желающих избавить Землю от лишних едоков. Было принято спорное решение потратить 83 миллиона фунтов на вакцину от русского гриппа. Задача Януса – это сделать бесплодным весь людской род. У нас есть первый вариант. Мы испытываем его на тестовой группе. А тестовая группа – это? Великобритания. Янус – сверхсекретный проект, лежащий в основе махинации сети. Вы не представляете, как они могущественны. Эта сыворотка, первоначально разработанная Филиппом Карвеллом. Видишь? Ты действительно бог. Его цель – стерилизовать 90-95% населения Земли. Зараза, от которой надо избавиться – это мы. Чтобы предотвратить разрушение окружающей среды Земли и втягивание человечества в войны из-за нехватки продовольствия. Что произойдет, когда запасы угля и нефти иссякнут? Когда на планете, способной обеспечить всего 1 миллиард людей, их будет 10 миллиардов. Думаю, мы разорвем друг друга в клочья. Людей уже больше 7 миллиардов. Когда я родился, было 2. Цены на еду растут. Нефть заканчивается. Через 20 лет, когда наши ресурсы истощатся, если учесть все, что известно о людях, вы всерьез? Думаете, что мы будем делиться друг с другом? Да неужели? Мы хотим спасти человечество. Ради этого можно пожертвовать миллионами жизней. Нет, блин, нельзя! И вы ищете новую разновидность геноцида? Отнюдь, это не геноцид. Найденный выход – это Янус. Чтобы избежать обнаружения, Янус разделен на 2 части. Янус. Название Янус. И, эээ, это протеин, но особенный. Его невозможно обнаружить. Он разделен на 2 элемента, которые, взаимодействуя в мозге, создают Януса. Протеин GCHN1 внедрен. Он добавлен во все продукты. Значит, они модифицировали вирус гриппа боевого класса так, чтобы скрыть его в пище. Что протеин делает? Делает? Ничего не делает. И аминокислота, добавляемая в вакцину от русского гриппа. Герой Стивена Ри, будучи пойманным группой охотников за комиксом «Утопия», сознается в деяниях корпорации и заявляет, что все это делается ради спасения планеты. Задача Януса – стерилизация. Задача Януса – это сделать бесплодным весь людской род. СМИ педалируют опасность мировой пандемии. Начинается гонка за чудодейственной вакциной. Еще одна такая вспышка, как на Фетлари, и люди начнут бунтовать, чтобы получить вакцину без тестирования. Минздрав в Великобритании закупает вакцину у фармацевтической корпорации «Корват». Секретная служба под названием «Сеть» манипулирует этими закупками. Сеть создали два человека. Генетик по имени Филипп Карвелл и некий мистер Кролик. Мистер Кролик? Это имя кодовое. Никто не знает, кто это такой. Эта служба действует очень грубо, шантажирует и убивает людей. Я могу пустить тебе пулю в башку. Я не из агентства. Я специалист. А цена этому лишь несколько жизней. Ты что, еще этого не поняла? Для них подобное – это пустяк. Смерть – часть всего этого, так что давай, привыкай. Где Джессика Хайт? Кто это? Цели такой деятельности сначала не ясны. По ходу сериала проясняется. Первое. Русский гриб выдуман. На него списываются смерти от обычных пневмоний и химических отравлений. Химическое отравление? Вовсе не гриб? Второе. В какие-то обычные продукты питания внедрён искусственный белок непонятного действия. По данным наших исследований, патоген H1N1 этого нового штамма вот-вот мутирует, в результате чего показатель вероятной смертности возрастёт. Третье. Сеть в годы Холодной войны занималась разработкой биологического оружия. В 70-х годах в Советском Союзе был запущен проект биопрепарат по созданию бактериологического оружия. Планировалось применение в военных целях сибирской язвы, эболы, оспы. Как это можно? Стрелять в тех, кого любишь? Запад запаниковал и создал организацию для борьбы с угрозой. Её назвали сеть. Она ни перед кем не отчитывалась, и её деятельность была крайне спорной. Вы совсем как Филипп, держитесь за понятие морали. Но наша задача выводит нас за рамки морали. Они делали то, что не подобало делать правительству. Это психия. Четвёртое. Некий учёный-разработчик биологического оружия в сети разработал бинарное биологическое оружие. По отдельности, компоненты оружия безопасны. При соединении приводят к мужскому бесплодию. Янус состоит из протеина и аминокислоты. И сами по себе они безвредны. Но взаимодействуя друг с другом в организме, они работают как генетический спусковой крючок, и хромосомное деление прекращается. А его сигналы влияют на когезию репродуктивного процесса. По сути, он отключает размножение людей. Клетка-мишень больше не может реплицироваться и становится бесполезной. Это изменение постоянное и наследственное. Учёного беспокоила проблема перенаселения планеты. Мир полон любви. Миллиарды людей кого-то очень любят. Эта любовь пойдёт прахом, когда истощатся ресурсы. И он изобрёл безболезненный для человечества процесс сокращения населения. Через снижение рождаемости. Ионус поражает до 95% населения. Лишь один человек из 20 остаётся фертильным. 95% населения будут стерилизованы. По нашим расчётам численность стабилизируется на уровне 500 миллионов уже через 100 лет. К тому времени темп размножения вернутся в норму. Но уже на планете, где будет просторно. Конечно начнётся хаос, но не пройдёт и 100 лет, как на этой планете останется менее 500 миллионов человек. Нам удастся создать утопию. Схема применения этого бинарного оружия сетью достойна особого внимания. Так как возможно сейчас эти методы осуществляются на практике. Первый компонент вводится через искусственный белок в обычные продукты питания. Возможно это ГМО продукты. Это Янус! Они нас заражают через продукты питания, как было с коровьим бешенством. Второй компонент вводится через массовую вакцинацию против русского гриппа. Для организации всеобщей вакцинации нужна была эпидемия опасного гриппа в качестве предлога. 18 человек умерли, 33 заразились, а на острове всего 86 жителей. Джефф ввёл карантин, никого не впускают и не выпускают. Если это новый штамм, то у него процент заражения уже 58. Кошмар! Я позвоню в полицию. Да, конечно. Вот телефон. Номер 999. Сперва фальсифицируют образцы биологических тестов. Я был в Гонконге, когда началась эпидемия. В Лонгтаун не пускали, но я решил к чёрту и пролез туда. И обнаружил, что вируса нет. Был просто ряд разрозненных респираторных инфекций. Смерти от других причин списываются на русский грипп, а затем смерть наступает уже от заражения настоящим вирусом. Операция по сокращению населения подразумевает 4 этапа. Распространение первого компонента бинарного биологического оружия через ГМО. В обычных пищевых продуктах массового потребления. Мы спасаем само человечество. Второе. Организуется истерия в СМИ в связи с опасностью нового русского гриппа. Уже 11 человек скончалось в ходе вспышки русского гриппа. Вчера ночью вирус поразил Лохенвер и Форт Уильям, где из-за него погибло 12 человек. Третье. Искусственное заражение искусственным вирусом. Это спящие агенты. Они зомбированы. Если меня выберут, то мне позвонят. Я отправлюсь в Бенхэм. Там будет стоять машина. В ней смертельно опасный штамм вируса русского гриппа. Четвертое. Проводится массовая вакцинация населения вторым компонентом биологического оружия. Я отдам команду, известную мне одной. И месяца через полтора в воздух будет выпущен самый опасный вирус гриппа в истории мира. Все станут прививаться. Все по своей воле получат дозу Януса. Вам этот сценарий ничего не напоминает? На какой стадии процесса мы находимся сейчас, остается только догадываться. Но статистика провала рождаемости в некоторых странах подтверждает детали сценария утопии. Где Джессика Хайт? Вот на рисунках Гранта ученый создает двуликого бога. И бог входит в эту самую тень клетки. Символично, что проект фармацевтической корпорации в сериале по массовой стерилизации населения вакцинами был назван Янус. Это Янус. Именно то, что они искали. Вакцину будут тестировать на воздействии. А здесь оригинал. Затем Корват создал вакцину, которая действует на людей не всех рас. Это что, болезнь, поражающая людей определенные расы? Проект Янус по имени двуликого древнеримского божества, отождествляемого с близнецами. Янус изначально был богом-демиургом. Впоследствии он уступил место верховному божеству Юпитеру. В древнем Риме Янус – божество всех начинаний, дверей, входов и выходов, в связи с чем получил атрибуты сторожа, ключи и посох, дабы отгонять непрошенных гостей. В императорскую эпоху Януса представляли как легендарного первого царя области Лации, основавшего город на холме Янику. Янус также является внутренним спутником планеты Сатурн. Спутник был назван именем бога Януса из древнеримской мифологии, в другом обозначении – Сатурн-Х. Сериал «Утопия» есть не что иное, как полная отсылка на Алису Льюиса Кэрролла. Грант. Очень приятно. Элис, ты чего это? Я посплю на полу. Я ничего плохого не сделаю. А ты меня удивил. Тебе был бы ближе Человек-паук. Ты Элис Уорд? Он отдал тебе рукопись? Элис, хочешь поговорить? Надо дописать сочинение. В пятницу сдавать. По преступлению, наказанию. Лис. Кролик, за которым все гоняются, очень скоро понятен. Дьявол появляется в разных обличьях. Но это всегда гибрид человека и животного. В первую очередь кролика. Его пытали. И в назидание, чтобы другим было неповадно, главарь вырезал у этого человека на животе свое имя. Кролик. Кролик. Пройдемте с нами. Смотри, это кролик. Видишь? Тебе нравится кролик? Нравится? Сумасшедший и одноглазый шляпник также быстро угадывается. Что? Да, такие большие жертвы вообще неприемлемы. А небольшие возможны. Есть отдаленные городки, деревни, на островах, в пустынях, куда ведет лишь одна дорога. Места, где вирус можно распространить. Под контролем. Чтобы люди стали прививаться, пандемия не нужна. Нужен только страх пандемии. Мартаский Заяц. Это трусливый чиновник. Я знаю, вам сейчас страшно. Завтра вы станете героем. Обещаю. Маленькая Алиса, разбирающая листы манускрипта в карточный пасьянс, достаточно символичная отсылка к сказке. Изначально. Сериал планировался, как состоящий из трех сезонов, но было снято только два. Дело было так. Посмотрел я по рекомендации одного из подписчиков первую серию и подумал, а зачем я вообще это смотрю? Ты когда убиваешь, что-нибудь чувствуешь? Нет. Для меня это как открыть бутылку, чтобы добраться до воды. Что говорила вам Джессика об идеях ее отца? Насчет расовой чистки. Что? Так он чертов нацист. И хотел на этом завершить просмотр, но пошел читать отзывы на Кинопоиске. И прочитав все три страницы отзывов, которые там были, решил смотреть до конца. А уже после просмотра этого сериала, читая книгу Вадима Шигалова «Новый мировой порядок и оккультная матрица», я обнаружил в ней упоминание об этом сериале. Далее ко мне пришла идея сделать сей ролик. Основной текст в котором был взят из книги Вадима. Мое резюме к этому британскому сериалу будет таким. Гай Ричи и Квентин Тарантино нервно курят в сторонке. А Тарантино так вообще ногти грызет и думает, что у него лайтс по сравнению с этим. Как его вообще назвать-то? Кислотно-яркие фильтры картинки. Такая же музыка. Кровь. Дети. Мат. Жестокость. Я буду скучать по тебе, мудачок. Оккультный символизм показан открыто. У всех нас в жизни есть миссия. Смотреть рекомендую только любителям Тарантино. Ты не сможешь застрелить меня. Да? Ты в этом уверена? Нет, правда не сможешь. Ты же не снял его с предохранителя. У них не бывает предохранителей. Разве что в кино. Сволочи, вы дали мне героин? Пришлось. От боли. Хм. Надеюсь, не афганский. Талибы меняют его состав, чтобы мы стали бесплатными. Всевидящее око гора. Масонский циркуль и наугольник в виде аппликаций на потолке. Кстати, здесь на майке тот же самый символ, только в более завуалированной форме. Он писал вовсе не о расах. Речь шла о выживании. В центре масонских ритуалов находится петля, которая имеет различные символические значения. Масоны описывают церемонию с петлей как красивую, но необычную. Эта петля может быть воспринята как угроза или призыв к молчанию. Или же просто как символ пуповины, символизирующий перерождение. В мистериях было принято называть посвященных фениксами или людьми, которые были рождены вновь. Ибо как физическое рождение дает человеку сознание в физическом мире, так и неофит после девяти ступеней в лоне мистерий рождается в сознании духовного мира. Мэнли Холл – тайные учения всех времен. Мэгги! Тут высоко, тебе не стоит прыгать! Боже ты мой! Да дай же ты мне спокойно умереть, поганый ублюдок! Феникс – один из высших военных и духовных символов иллюминатов. Орел всегда символично обозначает феникса. Важность этого символа в том, что иллюминаты используют множество ритуалов реанимации, когда человека вводят в состояние, близкое к смерти, а затем оживляют. Да и просто в церемониях посвящения у масонов в гроб ложатся, какое-то время лежат и потом оттуда встают. Так же символично это указывает на возрождение птицы Феникс. Высунутый на показ язык всегда отсылает к богине Кали. Победив демона Рактабиджу и его бесчисленных клонов, Кали опьянела от его крови и стала носиться по вселенной, убивая и разрушая все на своем пути и походу украшая себя оторванными конечностями и головами. В радостном буйстве она не заметила и своего мужа Шиву, который лежал среди трупов и прошлась по нему. Он долго ее выкликал и когда наконец сумел привлечь ее внимание, она остановилась, увидела драгоценного супруга и вывалила свой красный язык. По версии современных индуистов Кали прикусывает язык от стыда и замешательства, обнаружив себя стоящей на собственном супруге Шиве. В этой утопии часто встречается сочетание в моменте синего и желтого цветов. А в этом эпизоде так вообще откровенный флаг Украины в рамке на стене. Вы знаете сколько народу умирает каждый год от респираторных заболеваний? Торса не существовало. Практически все дорогие голливудские и не только фильмы, содержащие в сюжетной линии информацию о вирусе, показывают солнечное затмение в той или иной форме. Это всегда отсылка к солнечной короне. Реже всего это прямая демонстрация солнечного затмения. Чаще это демонстрация расширяющегося человеческого зрачка, который очень похож в приближении на затмение солнца с короной вокруг него. Часто в качестве аллегорий на затмение и корону используют демонстрацию подсолнухов, которые тоже своей темной сердцевиной и лепестками-лучами напоминают солнце и корону вокруг него. В Утопии затмение и солнечная корона аллегорически показаны в моментах, когда герой закрывает солнце своей головой. И таких моментов просто невероятное множество. Это просто какой-то фетиш на солнечную корону. Мы создаем новый мир, Филипп. Мы создаем Утопию. Ну и как же быть в оккультном каббалистическом фильме без красной королевы Лилит? Встречайте, в Утопии ее имя Лия Горсант. И она занимает высшую ступень иерархии в сети. Мы сфабриковали всемирную угрозу гриппа. Мы вот-вот произведем достаточно вакцины, чтобы привить всю планету. За сим у меня все. Всех обнял. Привет. Я Джессика Хайт. Вейх. Вейх. Я Джессика Хайт. Девушки отдыхают